Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Как вы помните полтора месяца назад мы сделали пять вот таких вот головок гауды и сняли видео о разных покрытиях. Если вы не смотрели это видео, ссылку вы найдете в описании и в конечной заставке данного ролика. Суть эксперимента было сделать пять совершенно одинаковых сыров, то есть мы его варили из одного молока, это одна варка сыра была, покрыть пятью разными видами покрытия и дать ему вызреть немножко, то есть вызревал он недолго, потому что сами по себе головки маленькие, то есть сыр относительно молодой, всего лишь 45 дней он вызревал. Итак, покрытие в термоусадочный пакет для сыров специально, восковое покрытие, латексное покрытие, созревание в вакуумном пакете, запакованное с помощью вакууматора и созревание в натуральной корке с использованием оливкового масла. Сейчас мы разрежем все эти сыры, посмотрим на разрез и попробуем определить, есть ли разница во вкусовых качествах и в самом качестве созревания с использованием разных покрытий, потому что, ну, конечно, самое дешевое является, ну, вообще самое дешевое это созревание в натуральной корке, следующее это вакуумные пакеты, то есть это самая простая технология, все остальные технологии уже требуют каких-то затрав, ну, хотя вакуумный пакет тоже подразумевает наличие вакууматора. Итак, друзья, в первую очередь сейчас разрежем все пять головок и посмотрим, что там внутри. Итак, поехали. Начнем с натуральной корки. Отличная структура, есть глазки, немножко, как видим, есть такая вот сухая натуральная корка, но она должна быть в маленькой головке, естественно, она достаточно значительная. Отличный запах, отличный запах гауды. Ну, вообще, я в натуральной корке сыры очень люблю, никаких посторонних химических элементов, никаких латексов, восков нефтяных и так далее. Ну, пахнет потрясающе. Ну, оставим запах дегустации. Следующий в натуральном воске, в покрытии из натурального воска. Смотрите, какая разница в структуре, то есть здесь сыр по краям подсох, здесь он совершенно не подсох, то есть практически идеально выглядит. Тоже легкая, маленькая, ну, небольшие глазки, все как положено в классической гауди. Более, более яркий запах голландского сыра. Вообще, пахнет потрясно. Поехали дальше. Латекс. Так как латекс значительно сильнее дышит, чем воск, наблюдаем такую картину. Вот если сравнить три сыра, практически у латекса видим, ну, как бы края подсушенные немножко, немножко меньше, чем у натуральной корки, но значительно больше, то есть если в воске вообще края не подсушенные, то здесь они подсушены. Далее. Сыр в пакете для созревания сыров. Тут видим такую же картину, как в воске. То есть практически они одинаковые. По запаху тоже аромат одинаковый. И последний сыр. Ну, не последний сыр. Опытный образец, который у нас созревал в вакуумном пакете. Тоже никакой просушки нету. Но видите, он сильно поменял форму. Если эти, которые мы запечатывали таким образом, то есть сырочки были изначально одинаковой формы. Тот, который созревал в вакуумном пакете, вакуумный пакет его сдавил, и он приплюснулся. А по структуре он ничем не отличается от термоусадочного пакета и от воска. По запаху тоже. Давайте попробуем на вкус, друзья. Для удобства мы сделали пять опытных порций. Вот каждого кусочка я нарезал по вот таким вот тоненьким ломтикам. И сейчас будем пробовать. Значит, что я сразу скажу. Сыр в натуральной корке, который у нас созревал. И сыр, который созревал в латексе, значительно сложнее резаться. За счет того, что вот эти режутся. За счет того, что края подсохли, тем более на такой маленькой головочке, он стал достаточно сухой. Но это всегда присутствует и на больших головках. То есть, если вот этот вот сыр, который созревал без доступа воздуха, фактически, он идеально режется, получаются идеальные ломтики, то вот этот вот нарезать достаточно сложно. Сам по себе, наверное, помягче, да? Ну, этот потверже. Ну, я имею в виду вот тот, который... Тот, который созревал без доступа воздуха, он значительно мягче. Тот, который созревал в натуральной корке, он... То есть, фактически, это получился не полутвердый сыр, которым должна быть гауда, а твердый сыр. Итак, начнем. Первый в вакууме. Мы дегустируем с Ларисой, чтобы... Ну, чтобы объективно как-то выбрать самый лучший. Я уже попробовала. Да, я пока резал, попробовал. Да. Но я еще пока не определился. Значит, по запаху. Идеальный запах. Сыр, который созревал в вакууме, пахнет очень вкусно. Характерный, вот такой вот немножко пикантный для голландской группы сыров запах. Ну, вообще, очень классно. Мне нравится, вкусно. Вкусно? Реально хороший, хороший ломтевой сыр. С очень тонким вкусом. Никаких посторонних нету привкуса, по-моему, да? На вкус гауды. Да. Конечно, сложно будет из пяти выбрать победителя. Из трех бы я выбрал бы легко. Поехали дальше? Ну, да. На мне потом еще. Потом еще? Да он не такой твердый, ты зубы не поломаешь. Сыр, который созревал в натуральной корке, сформированный с помощью обмазывания маслом. По запаху, у него менее выраженный запах, может, выветрился, пока созревал, но вот не такой выраженный, правда, как у того? Ну, я уже попробовала, у него и менее яркий вкус. Он такой более твердый. Более соленый? Ну, а вкус, вот, я бы сказал, он более утонченный. Он больше такой, на более созревший сыр больше похож. Тот больше на молодой такой, а этот именно уже как на созревший, на созревшую гауду похож. Ну, дело в том, что головка маленькая, и то, что он созревал 45 дней, я думаю, для большой головки это равно где-то трем месяцам минимум. Ну, вполне возможно. Потому что, ну, проникание воздуха значительно больше, и площадь поверхности значительно больше, которая, то есть, ну, представь себе, такая, ну, такая головка килограммовая будет созревать, или такая. Он тоже по цвету отличается. Да, он по цвету сильно отличается. По вкусу, действительно, он более зрелый. Отсюда можно сделать вывод, что в натуральной оболочке, ну, в натуральной корке, сформированной с помощью масла, сыр созревает быстрее. Ну, в принципе, этот вывод напрашивается сам собой. Поехали дальше. Покрытие. Это у нас что? Это у нас вакуумный пакет. Отличный запах. Не вакуумный, термоусадочный пакет, прошу прощения. Ну, по-моему, особо ничем не отличается от вакуумного пакета. Он не отличается. Отличается чем? Полностью по вкусу отличается. Он более острый, да? Он более острый. Тот вот, он какой-то мягкий, такой, как, ну, совсем молодой-молодой. Слушай, ну, а в чем разница, термоусадочный пакет или вакуумный пакет? Ну, по сути, разницы никакой. Тот, этот герметичный. Ну, тот, не знаю. Не могу тебе сказать, я тебе по вкусу говорю. Сыр. Сыр мы делали одинаковый. Тот без, ну, тут более, наверное, спрессовывает. Может, да, может, за счет того, что вакуумный пакет его спрессовал. Ну, он же, видишь, и деформировался. Он деформировался, но по структуре он практически не отличается. Но этот вообще, он как молодой. Ну, этот, да, этот как очень молодой. Этот более созревший. Так, ну что? Латексное покрытие. Латексное покрытие само по себе очень хорошо дышит. И процесс созревания мало чем отличается от созревания в натуральной корке, сформированной с помощью масла. Ну, конечно, отличается, но не настолько сильно, как вот в этих пакетах, которые... Покрытие без доступа воздуха. То есть, даже на латексе совершенно спокойно прорастает плесень. То есть, это покрытие полностью дышащее. Ну что? Слушай, по-моему, я чувствую вкус латекса. Не чувствуешь? Ну, какой-то вот привкус. Какой-то есть. Вот в маленькой головке чувствуется, да? Вот что-то такое. Ну, такое впечатление, вот как этот платекс, когда мы им мажем, химически немножко. Я думала, мне показалось. Не-не, есть. Реально есть. Правда? Особенно вот поближе к... Вот за счет того, что маленькая головка... Большой так не чувствуется. А мы не сравнивали никогда же. Мы просто брали, резали большую головку и пробовали. А тут ты только что попробовала, попробуешь этот. И сразу, реально, вот, если вы покрывали сыр латексом, он имеет такой очень резкий запах. Этот запах передался сыру. Ну, теперь он такой же вкус имеет. Как и запах. Ну, да. В общем, пока, пока, наверное, латекс спасет задних. Ну, давай, подключи, давай. Все попробуем. Попробуем. Воск. Специальный воск для покрытия... Именно специальный воск для покрытия сыров. Достаточно недешевая штука. Достаточно геморрное покрытие. То есть, надо играться. Плюс небезопасное. Воск надо разогревать на плитке или на водяной бане. Он при этом стреляет. Но снятый вот этот вот воск можно опять переплавливать и использовать повторно. То есть, грубо говоря, один раз потратившись, вы не тратитесь далее. По запаху. Отлично. По вкусу. По-моему, тоже отлично. Я уже задумалась. Ну, невозможно так. Это надо быть, знаешь... Именно дегустатором таким настоящим. Очень тонким. Но очень тонкий, очень классный вкус у сыра. Так. 1, 2, 3, 4, 5. Надо было тайное голосование. Ну, давайте каждый будем высказывать свое мнение. Просто от 1 до 5 ставить оценку. Я, наверное, буду начинать, да? Буду начинать. Ты расставляй по порядку. А если ты не согласна со мной? Ну, я в своем этом расставляю. Так. У меня это 5. Сейчас. Это 4. Это 3. Это 2. Это 1. Я сейчас расскажу, почему. И после этого дадим слово Ларисе. Воск. Все-таки, на мой взгляд, самое натуральное покрытие. Никакого... Ну, хотя тоже... Воск. Ненатуральный пчелиный воск. Там нефтепродукты используются. Но никаких посторонних запахов. Покрытие возобновляемое. То есть, мы его можем использовать много раз. Снимать этот воск, покрывать сыры. Очень тонкий, классный вкус сыра. Мне очень нравится. Никаких вообще... Ну, тут нигде никаких дефектов, никаких пороков на сыре у нас не получилось. Может, к сожалению, может, счастью. То есть, нигде никакой плесени. Ну, вообще, пороков нет у этого сыра. То есть, он идеальный получился. Было бы интересно, если бы какой-то получился с пороком, может быть. Термоусадочный пакет. Номер два. Как бы, по моему соображению. По моему имхо. Ну, только потому, что по вкусу я особой разницы не заметил между воском и термоусадочным пакетом. Ну, потому что пакет полиэтиленовый, термоусадочный. Я понимаю, что в нем химии, мне кажется, больше, чем в воске. Натуральная корка. Самый яркий вкус. Никаких затрат. Быстрее созревание. Это плюс и все. Минусы, то, что все-таки корка подсыхает. И вот за полтора месяца она съедобная. Если вы продержите этот сыр, допустим, больше полгода, то он уже перестанет быть полутвердым сыром, а станет терочным сыром. То есть, вы его не угрызете. Особенно эта корка, она будет... Ну, просто ее только натереть можно будет. А все остальное, конечно же, плюсы. Вакуумный пакет. Отличный вкус. Немножко... Ну, вот как-то у него процесс созревания медленнее всего шел. То есть, этот сыр на вкус очень молодой. И как бы из недостатков то, что он его сплюснул. То есть, сыр потерял форму, как видите. Были совершенно разные, совершенно одинаковые головки. С латексом было все хорошо. То есть, мы до этого пользовались в 90 случаях и 100 латексом. Пока только что не попробовали. Очень резкий запах самого латекса присутствует в сыре. Он пропитался, проник сыр. Поэтому латексу я ставлю единицу. Так, слово Ларисе. Поменяли что-то? Ну, что касается... Ты знаешь, вот у меня такое немножко двоякое мнение. Вот по поводу вот этих вот двух сыровых. Я бы им обоим поставила опять. Потому что мне и там, и там вкус очень понравился. В принципе, что мне еще понравилось, то что не здесь, не здесь больше ты покрыл. И никаких заморочек больше с ним нет. То есть, не надо нигде не вытирать, нигде ничего поправлять. То есть, вот мы его покрыли, положили. Одно единственное, поворачивали, переворачивали. Лариса просто, она тоже как практик. Я-то за сырами не ухаживаю. Я больше их готовлю, там, всякие бюджеты, сюжеты. А Лариса носится с ними. Она как практик больше говорит. И вот действительно, я не обратил внимания на этот важнейший момент. Эти два покрытия, воск и термоусадочный пакет, взула и забула, как говорят у нас. То есть, ну, один раз сделала, и пусть себе зреет. Извини, пожалуйста. Плюс еще вкус очень вкусно получилось. С этим вкус мне тоже очень нравится. Одно единственное, что здесь, конечно, больше заморочек, потому что он все-таки время от времени покрывается плесенью. Где-то куда-то уехал на пару дней, приезжаешь, надо мыть. На пару дней, я хотела сказать. Ну, вначале мы там уехали на 4 дня. Приехали, он там уже чуть-чуть плесенью покрылся. Ну да, особенно намечают лихитату. Помыли, опять его подсушить, опять надо покрыть маслом. Ну, вот такое вот. Хотя вкус здесь очень яркий такой. То есть, он быстрее созрел, и он получается... Более зрелый, правда? Ну да, вкус как более зрелого. Это, конечно, такая очень интересная штука. За ним ухаживать, конечно, тоже не надо. Но вкус очень молодой. Наверное, в нем очень долго созревать должен. Ну, такой специфический. А этот, конечно, меня очень сильно разочаровал. Ну да. Мало того, что за ним тоже нужен уход, так как... Ну, латекс тоже покрывается плесенью. То есть, его тоже раз в неделю к нему надо обращать внимание. А запах, конечно, и привкус вот этого латекса, это... Ну, запах тут, конечно, на запах оно не очень сильно чувствуется. Привкус, да. А вот именно привкус такой. Вот ты реально как... Запаха нету. Вот что-то с краской кушаешь, да? Ну, это как латекс. Как когда вот... Латекс же имеет очень резкий запах, когда им покрываешь. Хотя это пищевой латекс. В общем, друзья, вот таким вот образом. Снимая это видео, для себя мы тоже открыли очень много интересных... Вот пытались раскрыть максимально тему покрытия сыров. И для себя сделали несколько интересных открытий. Допустим, никогда не делали вот этот вот вариант. И никогда не делали вот этот вот вариант. Варианты очень достойные. В вакууме можно. Но, конечно, вот в термоусадочных пакетах мне больше всего понравилось. Ну, и, собственно говоря, дорогие друзья, постарались максимально... Максимально объемно раскрыть для вас тему покрытия для сыровых. Я думаю, что у нас это получилось, очень надеюсь. Но если у вас еще возникнут в ходе просмотра этого видео какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Мы с Ларисой отвечаем на все комментарии. Постараемся, если будет нужна какая-то информация, мы всегда ее находим. Ну, в общем, стараемся максимально помочь. Поэтому искренне надеемся, что видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Кстати, друзья, мы на две недели уезжаем в Грецию. У нас будет мотопутешествие. Мы уезжаем в Афины на мотоцикле вдвоем с Ларисой. Будет несколько фильмов. В частности, фильм о Афинах на нашем туристическом канале. Будет видео о нашей дороге на нашем туристическом канале. Также мы осмотрим Святые Метеоры и такой регион Греции, Загорохория или Загорье. В общем, будет очень интересное видео. Поэтому следите за нашим вторым каналом. Через две недельки мы на две недели прерываемся по кулинарному блогу. Вот буквально еще завтра-послезавтра выйдут пару видео. И после этого мы уезжаем. Дальше будет видео уже через две недели. Следующие рецепты, следующие сыры. Вызревает, готовим для вас несколько интересных сыров. Вообще, готовим творческих планов много. Готовим много интересного. Поэтому, друзья, спасибо большое за внимание. Так сказать, всего доброго. Пока. Пока.